От жителя нашего оккупированного государства, орфография и пунктуация автора сохранены. Ассаламу алейкум. Видел последний ваш пост и хочу сказать, моего отца отправили в Украину в первой партии, сегодня мы не знаем что с ним, жив он или ранен, наша мать уже третий день ходит везде чтобы узнать что с нашим отцом, но никто информацию не дает. Вот. Я и моя семья прекрасно понимают что это не наша война, даже мой отец это прекрасно понимал, отец был сильно недоволен с тем что их вообще туда отправляют. Самое страшное осознавать что твой отец всего лишь мясо для проклятого Путина и Кадырова, что после смерти он может попасть в ата Путин с Кадыровым и дальше будут жить в золотых дворцах. Мы старались уговаривать отца чтобы он сбежал, чтобы спрятался где-то, но к сожалению он этого не сделал а сегодня мы вынуждены слушать как их убивают и думать что среди них может быть и наш отец. В целом чеченцы против всего этого, чеченцы вспомнили как тот же Путин бомбил наши села и города, как убивали мирных людей, но сейчас вместе с Путиным убийцами стали те же кто вчера пострадал от этого же Путина, в нашей семье не просят, у Аллаха чтобы Украина проиграла и наш отец вернулся в здравие домой. Мы просим у Аллаха чтобы он уничтожил Путина и Кадырова и чтобы у власти были миролюбивые люди, которые не угнетают слабых людей. На случай если это сообщение дойдет до граждан Украины, я прекрасно понимаю что мой отец пришел на вашу землю как оккупант, хотя очень тяжело это говорить, у нас у чеченцев родители святое, но все же если моего отца убьют с вас спроса нет, спрос будет с Путина и Кадырова. Мы чеченцы тоже воевали с этим же врагом, для которой нет ничего святого, поэтому я лично за Украину в этой войне и надеюсь что преступный Кремль закончит свое существование. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...